вчера я с удивлением узнал что многие не знают что у нас есть много разных каналов один из них это канал один из них это канал канал в ютюбе на котором больше 12 тысяч подписчиков и на котором все поэтому конечно же на нем кстати на ютюбе больше всего уроков вот сейчас у меня зарядился мой ipad которыми давно не пользуюсь и может быть получится сделать трансляцию одновременно на ново икро но я думаю что лучше мы начнем с завтрашнего дня эту трансляцию завтрашнего дня мы начнем трансляцию ново икра и значит ничего страшного лучше хорошо настрою все все я прекрасно завтра настрою и будет у нас будет у нас значит завтра трансляция сейчас секундочку может быть и сегодня даже будет все сейчас если меня впустят то тогда будет даже сегодня видите иногда получается все очень хорошо очень хорошо получается иногда знаете как если хорошо получается что мы отсюда можем понять, что Всевышнему нравится то, что мы делаем. Все очень-очень просто. Если то, что ты делаешь Всевышнему угодно, значит, у тебя получается. А если не угодно, значит, не получается. Все. Единственное тут, знаете, какая есть небольшая, одна маленькая проблемка. Одна маленькая проблема есть вот такая, что когда человек, когда человек, значит, вот смотрите, урок Торы. Видите, впускает. Сейчас мы одновременно и на Ютюбе. Урок Торы, да. На Ютюбе мы тоже сделаем урок Торы. Отлично. Видео это не для детей, конечно же. Все. И далее. Пошла, пошла, значит, у нас запись. Начать эфир. Так. Почему это нету зрителя? Так. Трансляция запланирована? Так. Секунду, извиняюсь. Доброе утро. Все. И на Ютюбе тоже. Ура! Значит, все отлично. Видите, я в эфире. И вы можете сейчас прямо, я, знаете, с трех разных ракурсов. С трех разных ракурсов, но очень удобно. Все, дорогие друзья. Значит, мы продолжаем активнейшим образом изучать Торы. Значит, в начале мы урока, что изучаем? Недельную главу. Значит, недельную главу. Сейчас глава, интересно, что глава Беолодха это в Израиле, а в заграницей, читаю другую главу, на СО продолжают, как-то медленнее за границей идут. А знаете, почему медленнее за границей идут? Потому что за границей Израиля удваиваются праздники, удваиваются праздники, и день, день праздника, он двойной. Поэтому что-то там сбилось между Израилем и заграницей, а потом оно сходится обратно. Значит, сегодняшний отрывок, он, опять же, говорит нам о левитах. О левитах, вот, колено леви, священники, это такой спецназ, отряд специального назначения в еврейском народе, в котором есть самое такое подразделение, которое называется коины, которые могли приносить жертвы, а остальные, это просто левиты, спецназ, они служили в передвижном храме, и они служили, они, значит, переносили его с места на место, и потом они служили уже в храме, когда был построен Иерусалимский храм, они служили в храме. И, в принципе, колено леви, это были профессиональные священники в еврейском народе, то есть, это те люди, которых Всевышний освободил от забот о материальном мире, им давали десятину, все остальные колено, давали им десятую часть на то, чтобы им было что кушать и за что жить, и они посвящали полностью свою жизнь служению Всевышнему. То есть, это очень, очень непростая вещь, да, вот я с моим приятелем там, переписывался вчера, и говорю, вот, там, переезжай в Иерусалим, он говорит, нет, мне удобнее жить в другом городе, говорит, мне удобнее жить в другом городе, и мне удобнее, говорит он. И вот эта вот фраза, мне удобнее, мне комфортнее, она ведущая фраза для большинства людей, которые живут интересами этого мира, то есть, их главное, главный запрос в жизни, главное их стремление, главное намерение, это сделать себе удобнее, удобнее, комфортнее, больше удовольствия. Левиты, они жили по другому принципу, у них был принцип, когда Машарабейну, когда Машарабейну увидел вот этого золотого тельца, который символ вот этого образа жизни, удобней, золотой телец это было удобнее, нужно, ну, то есть, удобная была штука такая, и, значит, когда он, Машарабейну, увидел вот этого золотого тельца, он Левитам сказал, кто за Бога, ко мне, значит, И левиты все прибежали с мечами, и он говорит, не жалеем никого, кто идолопоклонники, всех вырезать, хоть родственник, не родственник, всех, значит, идолопоклонников убиваем. Убили они тогда 3000 человек, более 3000 человек они убили, которые делали золотого тельца. Кстати, тут тоже, мы видим здесь из этой цифры, 3000 человек, которые были зачинщики, инициаторы, их было всего 3000. А пострадал весь еврейский народ, которого было 600 тысяч мужчин, то есть мы, если посмотрим процентное соотношение, от 600 тысяч мужчин 3000, это 1%, это 6000, пол процента достаточно, чтобы испортить жизнь всему народу. Пол процента злодеев, инициаторов зла, которые объединились и сделали зло, достаточно, чтобы уничтожить любой народ. Представляете, внутри народа, было там коммунистов, сколько их было, вот этих всех, которые организаторы парадов гордости, их пол процента злодеев, но они умеют объединиться, и умеют они испортить жизнь всем остальным людям. Как есть такое выражение, что для того, чтобы зло восторжествовало, хорошим людям достаточно просто ничего не делать. Все, и зло тогда восторжествует. Теперь, значит, и вот эти вот левиты, которые были, они полностью посвящали себя Богу, неудобству, не каким-то удовольствием, а именно Всевышнему, Всевышнему. Они, левиты, стали вместо первенцев. То есть, в каждой семье до этого первый сын, он связывал эту семью, первенец связывал семью, он был как в статусе священника. После того, как все согрешили, Бог сказал, теперь левиты, избранное колено, колено леви, они будут как раз священниками. И, значит, он их поменял на первенцев. И вот, значит, здесь сегодня тоже предыдущая глава была про левитов. Вся книга Ваикра была про храм, про служение, про святость. То есть, это смысл вообще существования этого мира в святости. Не в употреблении, не в удовольствии, а именно в святости. Переход на следующий духовный уровень, ради этого мир этот и существует материальный. И вот, значит, здесь сегодня окончание про левитов. Сегодня очень интересный момент. Значит, их надо было полностью обрить, как я вчера рассказывал. Их надо было побрызгать святой водой. То есть, было как жертва, которая приносит ее Богу, то эта жертва ее как-то особенно с ней взаимодействует. И, значит, после этого, когда принесли эти жертвы, их подняли. Тут вот есть один момент, о котором спорят комментаторы. Давайте его разберем. Значит, написано так. Вот, что сказал Бог Маше. Вот, что подобает левитам. Да, на русский переводят. 24-й отрывок. Зот ашерли левиим, мебен хамеш вейс рим шана в имара. Он 25 лет и старше. Яволит свод сова. Они придут нести общественную службу, переводят. Но сова это армейскую службу. То есть, они уходят в армию с 25 лет и, значит, до 50. А после 50 отходят от публичного несения службы и не должен более служить. И после 50 лет, что он будет в эшерететахав, он будет уже помогать братьям своим. Боаль мэет в шатре откровения. Лешмор мишмерет. Значит, охраняя шатер собрания. Но в нем самом служить не будет. Так поступи каха таасели левиим бомишмеретам. По их должностям, по их служению. Тут очень интересная такая вещь получается у нас. Смотрите. Получается, что левиты с 25 лет должны были идти служить. Но в других главах до этого было написано, что с 30. И вот комментаторы тут высказывают разные версии. Почему тут написано с 20, а там с 30. И отсюда следует очень... Ну, итог понятный, конечно, да. Что есть два варианта, что они делали с 25 до 30. Одни говорят, что они приходили, но они выполняли все подручные работы. Были как способ обучения подмастерия, да. То есть, есть раньше любой профессии человек овладевал по следующей технологии, значит. Он шел к мастеру, был мастер. И вот этот вот мастер, который владел мастерством подмастерия, он ему помогал во всем. Во всем, во всем. То есть, он начинал там пол подметал, потом это, потом выполнял какие-то работы. Тут он что-то принес, тут он что-то отнес. Потом он дальше, дальше. И он в течение там пяти лет овладевал профессией. Это первый вариант. То есть, они были подмастериями пять лет, с 25 до 30. Второй вариант, он такой, что они пять лет учились. То есть, здесь как раз два способа обучения профессии, которые на сегодня победил способ все-таки идти в институт. В пять лет там в институте учить, учить, учить теорию. Потом приходить на работу и на работе уже учить практику. И не всегда теория, которую человек учит в институте, особенно если он не идет работать по профессии по первой, а он потом идет на вторую степень и дальше. То есть, на сегодня в обучении, в обучении, в обычной системе образования, она все-таки построена для нужд, для нужд общества вчерашнего дня. Объясню почему. Почему? Общество вчерашнего дня без доступов к информации, оно было основано на том, что были университетские центры, были библиотеки, где собирались умные люди, которые знали носителей информации. У них были библиотеки. И человек заходил в этот университет, у него был способ получать информацию только из этой библиотеки. Других не было вариантов. И у профессоров. На сегодняшний день, когда, особенно сейчас наступает новая эпоха, мы с вами находимся, я вам конкретно говорю, вот этот год, это переходный год, старт новой эпохи искусственного интеллекта. Когда ты можешь задать любой абсолютно вопрос, это даже уже не гугл, гугл уже вчерашний день, на сегодня ты задаешь искусственному интеллекту любой вопрос, который тебя только волнует. И он тебе не просто дает ответ, он тебе готовит все, что нужно сделать, как сделать, почему сделать. То есть это какой-то наступает вообще волшебная эра, в которой непонятно, куда дальше двинется мир, потому что те возможности, которые дает искусственный интеллект, они просто поразительны. Что получается? Что старая система образования, когда нужно было потреблять знания, она уже устарела. И что интересно, мир ешив, да, как устроен? Вот это очень интересный, у меня старший сын, это как раз, это как раз пример того, как работает мир ешив. Он до 20 лет учил только Тору, то есть он учил только Тору, Талмуд, Хумаш, вот он учил жизнь духовная, да, то есть то, как Всевышний сказал, надо управлять, как работает мир. Он учил только Тору, не учил ни математику, ни английский, ни физику, ни химию, ничего из школьной программы вообще, ноль. Но он знал Тору, к 20 годам он знал около 10 трактатов Талмуда, он изучал такие глубокие комментарии, которые я даже понять не смогу, потому что когда есть текст, потом есть два разных мнения на этот текст, потом есть третий, четвертый, пятый, шестой уровень, который учитывает все предыдущие уровни, то голова обычного человека не выдерживает, то есть ты не можешь удержать вот такую вот систему в голове разных мнений, разных разворотов и так далее. А он мог. Теперь, когда он в 20 лет решил, что ему нужно все-таки интегрироваться в обычный мир, он решил, он мог идти по пути левитов и вообще не интегрироваться. Мир Торы это отдельный мир, где главное это Тора, семья, Всевышний. Всевышний даст деньги, даст Бог день, даст Бог пищи, и мы видим, что Всевышний обеспечивает. Есть прям Мишна Пертьевод, которая говорит, а микабеля лав оль Тора, тот, кто принимает на себя ярмо Торы, но это не, ну ладно, я буду Тору учить, а сам сидит там в телефоне играет. Нет, тот, кто принимает на себя ярмо Торы, то есть впрягается в эту работу, которую раньше выполняли левиты, и он целый день учит Тору. Бог прям говорит конкретно в Устной Торе, снимают с него ярмо царства и бремя властей. Ярмо царства и ярмо заботы о пропитании. В эпорах мемена оль Тора, тот, кто себя сбрасывает ярмо Торы, говорит, ладно, Всевышний, я сам разберусь, я грамотный, я, у меня университеты, два образования, три диплома, я самый умный, но к ним, аляв оль Малхуд, на него тогда набрасывают ярмо государства, тогда ему повесточка, иди сюда, в армию, и набрасывает на него ярмо Дерехерец, тогда для него зарабатывать деньги становится ярмом. У тебя может быть три диплома и вообще не будет денег. У тебя может быть 33 диплома, и тебя заберут в армию, и ты, или не в армию, там еще куда-то, налоговая, там ярмо Малхута, царство, оно у человека выжимает разными путями, у кого-то через Машканту, у кого-то через ТО, то человек раб, или он раб материального мира, или он раб Всевышнего, духовного мира и своей души. Так вот, мой сын, который решил все это здесь сбросить, не сбросить себя ярмо Торы, но решил попробовать, что такое быть религиозным в обычном мире, за год закончил всю школьную программу и получил диплом полностью физика, математика, химия, английский, все выучил за год. После этого он пошел на программиста учиться сейчас в армии, в этих, военно-воздушниках, Хей-Лавир, это авиация, значит, он изучает программирование в применении к авиации, представляете, это вообще, то есть, что мы видим отсюда, что главное, это не что ты учишь, главное, как работает твоя голова и по каким правилам ты живешь. Вот этот вот принципы, по которым ты живешь, это самое главное в жизни. И левиты пять лет учили, или они учили знания Аллахот, или они жили этими знаниями. И есть в Талмуде, я сейчас помню, в трактате Брахот, есть решение этого вопроса, что важнее, изучать или изучать в действии. Написано так, что шимуша шель-тора, шимуша это использование Торы через прислуживание мудрецам, когда ты рядом с мудрецом находишься, учишься у него практически. Ютер-гду-ля-мили-муда шель-тора, это больше, чем изучение Торы. Тот, кто удостоился учиться лично у мудрецов Торы, не только слыша их информацию, слушая их уроки, но и видя, как они живут, это больше изучение, чем просто изучение Торы. Поэтому если есть возможность жить рядом с раввином, с каким-то свелителем, ходить на уроки, слушать уроки, ходить в синагогу, то есть перенимать этот образ жизни, это намного больше, чем просто учить. И сейчас у нас Мишли, отрывок Мишли. Значит, у нас сегодня 29-я глава, 29-я глава, 29-е число. И, значит, здесь у нас глава это. Я смотрел, думал, какой же такой вот яркий отрывок взять. Здесь я не нашел ни одного, который я когда-то вот взял себе, как выучить наизусть и так далее. То есть здесь все-все очень-очень, как сказать, повторяет то, что было в других главах. Поэтому пойдем по порядку. Значит, написано здесь так, первый отрывок 29-й главы. Иштохахот Макше Ореф. Человек, которого увещевают, ну, который делает ошибки, он обычно ужесточает шею, ужесточается, он, наоборот, упирается, да. И вдруг он тогда сломается и не будет исцеления. То есть есть такой закон, что когда человек ошибается, то он ошибается, вначале ему идут желтый сигнал светофора. Всевышние люди, они ему начинают делать больно, так больно чуть-чуть они его начинают тыкать. Говорят, слушай, ну ты что-то делаешь неправильно. Человек говорит, отстаньте от меня, все, я делаю правильно, все, отстаньте, отстаньте, отстаньте. Потом, бах, какая-то неприятность. Он такой, что, почему вдруг мне это пришло? Говорит нам царь Салмон, тот, кто в увещеваниях упорствует, тому придет сокрушение, вдруг, в кавычках, да, в НМРП, его уже нельзя будет вылечить. То есть до проблемы всегда идут звоночки. Дальше второй отрывок. Бербот садитим и смахам. Когда много праведников, будет радоваться народ. Убымшоль, раша и анахам. А когда будет властвовать злодей, будет вздыхать и, значит, стянать, есть такое слово, стянать народ. Значит, здесь опять, вы помните, с чего мы начали сегодняшний урок, что минимум полпроцента злодеев сделали золотой телец. Три тысячи было убито зачинщиков. 600 тысяч остальных пострадали на все поколения. То же самое происходит в каждой стране. Если у власти праведники, да, если лидеры страны, лидеры народа, они праведники, радуется народ, весело, в стране все хорошо, все довольны, социальная защищенность, значит, на улицах спокойно, все довольны, радостны, все. Теперь, если к власти приходит злодей, то тогда народ стянает, значит, все равно злодею они могут управлять народом, да, то есть у них есть инструменты, они, злодеи, очень активны, у них нет принципов, у них нет никаких правил, они готовы убивать. Любой, кто дошел до вершины власти, у него вот так вот рутят крови, ну, прям не так даже, а он весь такой, знаете, в кровавых ваннах. Любой человек, который приходит к власти, он ответственен за гибель других людей, он берет на себя эту ответственность, это ужасно. Третий отрывок. Значит, Иш, Оэв, Хахмай, Исамах, Авив. Человек, который любит мудрость, он будет радоваться его папа, его отец. В Рэзонот и Абэдон. А тот, кто Рэзонот, дословно переводится, пасет, женщин легкого поведения, он потеряет имущество. Значит, есть две семьи, два сына. Одна семья живет бедно, бедно живет, но бедно, честно, папа работает, мама работает, дети понимают, что они должны тоже учиться и работать. И вот этот сын, он учится, 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 заканчивает институт, учится в Яшиве, он такой, прям есть такие дети, у нас здесь Ваикра Стюденс, посмотрите. Дети, которые учат Тору, проводят уроки, они понимают, что папа им помочь не может и не должен. Да, у папа занимается, например, он левит, да, он посвятил себя Всевышнему, и он учится, он приходит домой, он помогает маме, но он не посвятил себя зарабатыванию денег. Теперь, что его сын может стать Рошь-Яшивой, он может стать главой, он может стать кем угодно. Почему? Потому что он с детства мотивирован на развитие. Другая семья. Значит, папа зарабатывает деньги, дома не находится, все время его нету, 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 нету. И он, значит, сыну говорит, я ему все обеспечил, деньги, лучшая школа, золотая молодежь, все, иди, отдыхай, гуляй. Дал ему деньги, дал ему машину. Чем занимается такой сын? Он Роэзонот, он, как правило, он попадает в знут, в разврат, потому что, ну, что у него машина, деньги, все такое. Теперь, итог. Значит, тот, кто Роэзонот, он потеряет все имущество своего отца. Все, что отец зарабатывал, пойдет под откос. Все. И последний, четвертый отрывок, давайте прочитаем. Значит, Мелакбамешпад, Ямид, Орец. Царь, только он может справедливостью, честным судом, он может землю, страну, значит, установить, чтобы она была устойчивая, да, когда есть справедливый суд, когда люди знают, что они защищены, когда люди знают, что они могут рассчитывать на абсолютно честное правосудие, это устойчивая страна. Вы и Штрумот и Арсена. Значит, вот это вот непонятная, непонятная фраза, что муж, собирающий тздаку, разоряет страну. Значит, здесь мы не можем, то есть я смотрел много разных комментариев, здесь все-таки царь Саамон больше говорил о том, что духовенство, что имеется в виду духовенство, это вот эти вот люди, которые посвятили себя служению Всевышнему, они не могут, не могут управлять страной, не могут и не должны управлять страной. Страной должны управлять профессиональные руководители, менеджеры, которые управленцы. Но когда человек, было в истории Израиля, была такая ситуация, когда коины, семейство коинов Хашмонаим, они подняли восстание против греческого владычества, и когда они в этом восстании победили с помощью Всевышнего чудеса, ханукальное чудо, это в память о победе, значит, Хашмонаим над греками, все, в храме было чудо, все, так останьтесь в храме, не нужно управлять страной, теперь они стали царями, когда они стали царями, через какое-то время пришли римляне, и что интересно, из семьи Хашмонаим убили всех, не осталось наследников, то есть они забрали царскую власть, которая была им не положена. Духовенство, люди, которые духовные, должны заниматься духовной работой, люди, которые властители, должны властвовать, люди, которые зарабатывают деньги, зарабатывают деньги, и дают деньги, и тем, кто духовностью занимается, 10% левитом, на налоги, 20% на налоги, но они должны знать, что эти там 20, 30, 40% на налоги, это идут деньги на, действительно, на честное, они не раскрадываются, они не уходят непонятно куда, они идут на дороги, на здравоохранение, на обучение, на обеспечение хороших условий жизни в стране. И если будет вот такая вот система выстроена, есть люди, которые работают, есть люди, которые слуги народа, честно управляют, чтобы народу было хорошо, они властвуют над народом, властители, и есть священники, которые служат Всевышнему, вот эта вот система очень устойчивая. И дай Бог, чтобы мы увидели такую систему на нашей памяти, в нашей жизни, чтобы мы увидели такую систему, и при ней пожили. Все, удачи всем и успехов, чтобы Всевышний, из-за того, что мы учим Тору, и стараемся выполнять его советы, Тора это как советы, как надо жить, чтобы Всевышний из-за этого услышал наши молитвы, и реализовал запросы каждого из нас для нашего добра. Все, удачи, успехов, хорошо очень получилось у нас и в Ютьюбе урок, и в Фейсбуке, у нас сейчас 77 человек в Фейсбуке, 25 человек в Ютьюбе, и в Телеграме, сколько у нас человек, и 50 в Телеграме, всего нас смотрит параллельно 130-155 человек, отлично. Все, слава Богу, мы создаем очень, мы, можно сказать, оправдываем существование мира в глазах Всевышнего. Все, удачи, успехов, до завтра. Завтра в 10 утра встречаемся с Божьей помощью. Счастливо! 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 Счастливо!